Духовые оркестры по Волжье В качестве председателя Ассоциации Духовых Оркестров Сегодня будете открывать выставку в Краеведческом музее Выставка называется «Правда и красота оперы. Мусоргский и римский Корсаков». Очень такое красивое название. Вот в чем все-таки «Правда оперы»? Это название выбрано нами не случайно, потому что очень много мифов всевозможных вокруг самого сказочного композитора в русской музыке римского Корсакова, одного из самых могущественных композиторов, таких как Мусоргский. И очень много мифов всевозможных на протяжении многих-многих лет, которые сопровождают два этих имени. И вот на этой выставке мы рассказываем, что правда, что вымысел, в чем красота музыки этих двух великих русских композиторов. Ну, я могу сказать только одно, что если бы не было бы римского Корсакова, имя Мусоргского могло бы до сегодняшнего дня не дойти до нынешних поколений. И мне кажется, уже в этом есть некая интрига, о которой мало кто знает. И, конечно, очень важно и интересно прийти и самому в этом разобраться. Мусоргский при своей жизни услышал только одно свое крупное произведение, такое как Борис Годунов. А во всем остальном мы рассказываем на своей выставке, кто, когда, зачем и почему, и какую роль сыграл римский Корсаков в творчестве Мусоргского. Михаил Аркадьевич отметил, что ранее эта выставка экспонировалась в родном музее и теперь в полном объеме, без купюр, была привезена в Ульяновск. И мы с глубоким уважением относимся всегда к людям, которые работают в регионах нашей страны. Ну, а Ульяновск вообще для нас особый город, мы практически ежегодно представляем здесь в своей выставке. У нас, мне кажется, даже есть своя публика в Ульяновске. И нам очень важно, чтобы наши выставки были не менее хорошо представлены, чем в Москве. Михаил Аркадьевич, вы уже не первый год, уже много лет возглавляете Российский национальный музей музыки. Вообще, вот как раз эта выставка привезена оттуда, да, это экспонаты вашего музея. А вот какие вообще в целом экспонаты сохраняет музей и много ли их? Ну, а что касается непосредственно Российского национального музея музыки, это самый крупный музей музыки в мире по своему собранию. Даже в мире, а не в России. Ну, в России он вообще не такой единственный. А вот в мире по своему собранию это самый крупный музей, по своей коллекции, потому что мы храним около одного миллиона единиц хранения. И мы храним архивы, рукописи, фото. У нас прекрасный фонд живописи, графики, скульптуры. У нас замечательная коллекция аудиоматериалов. У нас замечательная коллекция негативов. У нас негативов и позитивов. Ну, у нас вот все, что есть в жанре музейного хранения, и то, что должны быть в музее. Наш музей в этом смысле достаточно полнокровный, полноценный. Поэтому коллекция большая. Ну, конечно, музыкальные инструменты. Наша коллекция насчитывает около 4 тысяч музыкальных инструментов. Из них около тысячи представлены в нашей постоянной экспозиции музыкальные инструменты народов мира. Ну, и, конечно, наша гордость — это и особая ценность не только нашего музея, но и всей нашей страны. Это государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов, включая такие музыкальные инструменты работы выдающихся итальянских мастеров, как Страдевари, Амати, Гварнери. И эта коллекция называется «Государственная коллекция». Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов. И в ее состав входит 286 музыкальных инструментов. К слову сказать, в мире подобной коллекции, хранимой государством, нет. В 2019 году музей отметил столетие со дня создания государственной коллекции. Попробуйте прийти в музей и что-нибудь взять из какого-нибудь музея в мире. У вас ничего не получится. Вам никто не выдаст ни один музейный предмет. А вот инструменты государственной коллекции выдаются в руки музыкантам. И они выступают на самых крупных концертных площадках мира, в программках. И афишка указывает, что инструмент, на котором играет музыкант, принадлежит государственной коллекции музыкальных инструментов России. Ну и в общем это вселяет такую большую гордость. И конечно для нас возложена огромнейшая ответственность за сохранение этой коллекции. По словам директора музея, уникальные музыкальные инструменты из государственной коллекции можно послушать на концертах, которые проходят прямо в музее, где находится несколько концертных залов. Когда представляем музыкальные инструменты музыкантам, то они выступают не только на столичных площадках, но и за рубежом. Ну один из таких больших проектов это с нашими коллегами, партнерами, друзьями, ансамблем солисты Москвы, по направлению Юрия Абрамовича Башмета. Как по словам Башмета, мы весь его оркестр одеваем в Страдиваре. Это приятно вообще. И вообще удивительно, что вот так вы доверяете музыкантам. Ну это государство доверяет. Государство доверяет и делает все для того, чтобы были, если инструмент пересекает границу, едет за рубеж, то это обязательно представление государственной гарантии. Это серьезные страховки, это очень много условий, которые должны выполнить музыканты, для того, чтобы иметь возможность играть на таком инструменте, вплоть до того, что когда инструменты, концерты проходят в Москве и в других городах нашей страны, да в том числе и за рубежом, инструменты из хранилища до концертной эстрады доставляются специальным транспортом, с вооруженной охраной, и люди, вооруженные по-настоящему, находятся или на сцене, или практически буквально за дверью, дырьми стоят, готовы в любой момент защитить государственное достояние. Михаил Аркадьевич, вот сегодня современные посетители музеев очень требовательны. Вот как достучаться, чтобы они приходили не раз в музей, а постоянно, что надо сделать? Вы правы, абсолютно. Это не только ваше музей? Конечно, это вообще имеет отношение ко всем музеям, вообще ко всем музеям в мире. На мой взгляд, нет никакой разницы между Ульяновским музеем Гончарова или Лувром в этом смысле. Очень важно, чтобы посетитель захотел вернуться. Это самое большое, это то, за что борются все музейщики мира. Поэтому вот эта ситуация, постоянная экспозиция в музее, когда раньше музеи могли себе позволить не менять ничего в своем музее, 5, 10, 15, 20 лет, и поколение вырастали, и бабушка говорила, да я был, и вот я это видел, сейчас внучку покажу своему. Но сегодня музеи не могут позволить себе такой роскоши. Сегодня меняются и выставки постоянные, и экспозиции, и выставки временные, и постоянные экспозиции. И сегодня все, что происходит в музее, даже если эта выставка большая, небольшая, средняя, это всегда такой музейный проект. И вокруг этого происходит очень много разнообразных активностей, впечатлениями. Сегодня очень большую роль играют социальные сети в работе в музее. И здесь с этим нужно жить, и в этом нужно уметь работать, потому что сегодня социальные сети и в столичных городах, и в региональных музеях, они сегодня приобретают главенствующую роль. И сегодня никакая афиша так не будет работать, как хороший пост или вирусный ролик в социальных сетях. И хотим мы этого или не хотим, мы должны точно уметь с этим работать, и мы должны знать, как это все устроено, потому что и не только музеи хотят, чтобы ходила молодежь, чтобы привлекать молодежь. Но нужно с молодежью разговаривать на их языке. Нужно быть на той площадке, где находится молодежь. Не считать, что мы сейчас откроем дверь, и все к нам придут. Придут, но не все. Значит, их нужно искать музеем, нужно искать и бороться за своего посетителя. Михаила Аркадьевич, ну вы не случайно возглавляете музей музыки. Музыка как связующая нить проходит через всю вашу жизнь. Вот когда вы первый раз взяли инструмент, какая музыка вам больше нравится? И какими вообще инструментами? Я знаю, что вы не одни вроде как владеете. Ну, когда-то, как и многих-многих моих ровесников, меня моя мама привела в музыкальную школу. Мне было 7 лет, я учился играть на скрипке. А потом так сложилось, что уже через 5 лет я понял, что скрипка хороший инструмент, но просто не мой. Меня гораздо больше в этом возрасте приличал духовой оркестр в общеобразовательной школе. Я хочу точно сказать, что в общеобразовательной школе был оркестр. У нас такого, по-моему, было. Было, 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 было везде в стране. И все вот эти вот большие хулиганы школьные, да, которые были такие авторитеты. В хорошем смысле, в хорошем смысле, но это были авторитетные ребята, которых все уважали, к мнению, которых прислушивались, они играли в духовом оркестре. И, конечно, попасть в духовой оркестр, это было такое великое счастье, чтобы тебя взяли в эту команду. Я стремился, тем более я уже был учеником музыкальной школы. И после скрипки взять в руки духовой инструмент, мне показалось, что ничего сложного нет. И я избрал для себя такой красивый музыкальный инструмент. Ну, правда, громкий немного, но такой инструмент, труба. И я играл в школьном оркестре. Потом сам пришел, даже родители не знали, сам пришел в музыкальную школу. Сказал, примите меня, я вот хочу учиться. И играть в оркестре, и уже учиться в музыкальной школе. После окончания Саратовской государственной консерватории долгое время Михаил Аркадьевич преподавал. В это время он создал при филармонии свой камерный коллектив, с которым объездил разные страны мира. А сейчас в свободное время берете в руки инструменты? Первое, свободного времени практически нет, практически нет. Но музейная жизнь, она-то очень разнообразная и достаточно предсказуема. В музее есть такие акции, которые называются «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ночь чего-нибудь еще». И иногда, ну, может быть, раз в два года, может быть, раз в полтора года, в Москве есть такая замечательная группа джазовая, которая называется «Старая гвардия», очень известный коллектив. Иногда меня туда приглашают. Иногда я их приглашаю играть в музей, и тогда с большим удовольствием беру в руки инструмент и играю перед публикой. И мы иногда выступаем на каких-то больших концертных площадках. Не могу сказать, что это бывает часто, но это бывает. Это вносит определенный драйв в жизнь, потому что в этот момент нужно как-то успеть по ночам порепетировать, позаниматься, потому что я этим просто никогда не занимаюсь за полным неимением времени. Но когда выходишь на сцену, берешь инструмент и что-то даже можешь сыграть, в этом смысле ощущаешь, что жизнь удалась.